Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 709. Событие дня. Евреям 9.27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. 21 ноября 2017 года. Стихотворение, кто хочет посмотреть, как девочка одна считает, раба Божия Анастасия, шестилетняя, положение в церкви, боль православной души. По-русски зарядите в Ютубе. Рустам пишет. Игнать Тихонович, если можете, скиньте мне, пожалуйста, ваш скайп видеоролик за 7 ноября. А то я в Ютубе не нашел. Интересно на себя глянуть со стороны. Это вчера было. Люблю себя сравнивать, сопоставлять, вникать в себя. Ну и дальше вот я ему отвечаю. Он получил. Мария Жарова. Игнать Тихонович. Здравствуйте, наш дорогой. Разрешите спросить, как ваши дела, как ваше здоровье? Очень хочется поговорить с вами по скайпу. Вот мне это надо поговорить по скайпу, заметить как-то. Кто она? Жарова. Хорошие люди. Большое вам спасибо за ваши труды и за ваши проповеди. Пожалуйста, берегите себя. Вы нам очень нужны, дорогой Игнать Тихонович. Это Таня Жарова из Америки. Игнать Тихонович, напишите, пожалуйста, чем я могу вам помочь, дорогой наш. До свидания. Низкий поклон вам. Ну, дальше я сказал, какой мы ролик составили. Чтение Слова Божия. Поясняю. В прошлые годы тут, в Барнауле, епархии не было. С одним я переписываюсь тут, ему сообщаю об этом. Он мне скинул ролик про одну литовскую женщину, которая в своем где-то там месте говорила о том, кто убивал евреев, кто гнал и как это было. А была одна почти на всю Сибирь, в Новосибирске. И был там архиепископ Гедеон Докукин. Ну, там, Хабаровские там были. Потом он стал Савропольским митрополитом. Его прочили на патриарха. Мы с ним часами беседовали, и я звал его на благовестие. Он похлопал себя по объемному животу. Да куда я такой? 13 лет он был на Новосибирском, Алтаем, Красноярском, Томском и Тувой. Он даже приглашал меня рукоположиться в Большой Улуй. Когда он уезжал, то выступил с прощальным словом и сказал всему собору священников, все вы лицемеры. У меня был только один человек, который говорил мне правду прямо в лицо. Это Игнатий Лапкин из Барнаула. И вот вчера интересно тут про одного мальчишку. И вот они сейчас его трепет везде, что он похвалил фашистов. Там как бояться, интересно. Столько лет прошло, никого нету. Я просчитал все выступления о нем, меня это заинтересовало. Москва 20 ноября, ну рядом, ТАСС, депутат законодательного собрания Ямала-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина от фракции КПРФ направила запросы в прокуратуру и местный департамент образования с просьбой проверить гимназию, где учится ученик-школьник, который во время выступления в Бундестаге в Германии высказал мнение, что солдаты вермахта во время Великой Отечественной войны не желали воевать, а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. Что они так сказали? Что они хотели воевать? Да нет. Как и отсюда тоже не хотели. И что за могилами как-то ухаживать? Нет. Передает корреспондент ТАСС. То есть мальчик абсолютно правильно сказал. Дальше она пишет. Я направила запросы в прокуратуру, департамент образования, в учреждение, где он обучается. Вот нашли себе теперь работу. Все при месте. Интересует, кто его обучает? Кто курировал этот проект? Мне не нравится, как расставлены акценты в данном докладе. Парень выступал против войны, но при этом, Даша говорит, расставил акценты таким образом, что виноваты в войне все. Да это абсолютно правильно. А если виноваты все, то давайте пересмотрим итоги Великой Отечественной войны, сказал ТАСС депутат Кукушкина. Вот интересно, как. Вот выхватились за что-то, а совершенно бездумно. Но нельзя так. Виноваты. Конечно, виноваты все. И те, которые грешили, кого Господь наказал. Израиль виноват. А дальше Навуходоносора Господь поставит на место. По ее словам, к молодому человеку, выступавшему с такой речью, а она претензий не имеет, потому что он несовершеннолетний. О, причина какая-то. Другой несовершеннолетний все дело знает. Хотелось бы знать, кто его обучает и вложил это в его уста. Надо, чтобы прокуратура проверила, есть ли какие-то противоправные действия. Даже еще не знает. То есть надо бы ударить. Понятно, что немецкие солдаты оккупировали территорию СССР, добавила она. Ну, ничего не понятно. Почему не говорят-то, что через две недели Сталин готовился напасть? У Гитлера выхода не было. Сегодня это, говорит Виктор Резун, Суворов-то, доказывает по числам, по всему. Ну, это абсолютно правильно. Что правильно-то? Ну, Виктор доказывает, а не то, что напал правильно. А какой выход? Да никакого не было выхода. Никакого. Ямальский школьник, выступая 19 ноября в Бундестаге, как он попал туда, рассказал об истории жизни немецкого солдата, который оказался в Саленградском котле. Школьник утверждает, что мужчина выжил в боях, но попал в плен. В ЕУмер от тяжелых условий 17 марта 1943 года. Что он сказал неправильно? Во время выступления подросток сделал предположение, что уроженцы Германии похоронили в числе 2000 солдат вблизи Копейска, Челябинской области, куда он съездил на братскую могилу. Школьник рассказал, что он увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны. Ну, что он сказал тут неправильно? Не политизировать ситуацию. Ранее глава городской администрации Нового Уренгоя Иван Костагрис попросил не осуждать школьника, который выступил в Бундестаге, руководствуясь со здравым смыслом, оценивая его выступление. Он подчеркнул, что заявление школьника ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Костагрис отметил, что интерпретацию взрослыми людьми слов «ребенка» можно расценивать как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной войны. Интересно, когда показывают, воевали русские когда-то во Франции, ну, завоеватели в чужой стране, и немцы, и как они ухаживают за русскими кладбищами во Франции, в Германии, в Норвегии, везде. В Афганистан пришли, что, кто для афганцев были русские? А Бабрак Кармаль попросил ввести войска. Ну, попросил его, повесили на воротах потом. Ну, дальше-то разговаривайте. Ну, просил кто? Кого просил? Устинов, Брежнев. Где эти? Маразматики. Их нету. Давно в аду, может, мучаются. А могилы-то их оставили там, и эти могилы, там-то ведь они не... То тоже там люди-то живут. Я не знаю, как за ними там отношение какое, но в Финляндии на финнов напали когда-то, отодвиньте границу, финская война. Аналогичной точки зрения придерживаются и уральские историки. В частности, академик РАН, Российская Академия Наук, доктор исторических наук Вениамин Алексеев и доктор исторических наук, председатель уральского отделения археографической комиссии РАН Алексей Мосин считают, что данную тему не стоит политизировать. Что тут политизируют? А речь идет о человечности. Они погибли, умерли, теперь уже ничего не найти. Ну, а которые советские там где-то погибли, воевали в Испании, зачем они туда лезли? И теперь что? Бесследно исчезли. Ну, поставили, крест стоит, и ничего не... Говорят, день единства. Так мертвых не могут еще примирить. По их мнению, мальчик не сам это придумал, он вынес это из уроков интернета. Сейчас следует обратить внимание на тот факт, что образование в школах становится политизированным. Эту проблему нужно решать, считают ученые. Ну и подробнее, где вот ТАСС. Андрей Александров вчера мне написал. Чувствуется, что вам не хватает мецената и хорошего, что называется промоушн. На ютубе 10 тысяч подписчиков за 5 лет. Маловато. Но это не ваша недоработка. Это мне он пишет, мне, на нашем ютубе. Нужно вложиться в студию, а это техника, свет и оперативное, административное администрирование. Тогда и будет результат. Ну, я этого не могу сделать. Если это кому-то дойдет, ну, продвиньте дальше эту мысль. Андрея Александрова и сам он должен что-то здесь не просто сказать. Вот я, когда слышу, какое-то предложение кто-то дает, я ему и поручаю его начать выполнять. Теперь ищи соратников. Вот, Андрей, берись за это дело. Я рад буду. С вашими талантами как минимум 100 тысяч аудитория должна быть, если не 10 миллионов. Ну, до 10 миллионов у нас просмотров уже есть. Если что-то будете насчитывать, то делайте, пожалуйста, это сами, как события дня. Подписываются люди все же на вас и хотят слышать именно в вашем исполнении, с вашим выражением и интонациями. При всем уважении к помощникам, их неинтересно слушать по объективным причинам, и Златоуста не смотрят из-за того же. То есть считают без выражения, и они не входят в эту роль Златоуста. Уровень разный. Это еще, как сказано, особенно не полезно слушать и видеть Никиту, как ведущего или диктора на вашем канале. Простите за прямоту, надеюсь на ваше понимание. Ну, я понимаю, принимаю все это как. Ну, давай теперь, Андрей, начинай делать. Что от меня требуется-то? Ну, конечно, не та техника, что купить видеоаппарат стоит 3 миллиона. Ну, это смешно даже было-то. Мы самые маленькие с ним и снимаем. Я говорю, благодарю. Думал об этом не раз. Но дело даже не столько в аппаратуре, а в том, что людям это небесно-вечно не нужно, не избранные они. Запела какая-то там полтора миллиона за несколько дней. Корейская песенка додала 2 миллиарда просмотров. Выставляет святое на Златоуста и самый непопулярный материал. Но вот выжигали мы шершней, потерявки. И уже 296 тысяч просмотров. 296, то есть теперь уже 300, наверное. Показываю, где именно. Фильм «Звягинство Леофан во свете Святой Библии». Подробное название, сюжете режиссёре. Посещаем. Просмотров 196 тысяч. Вот я показываю, где. Дело в том, что у меня очень хороший знакомый программист. И он говорит, а я знаю, как делает раскрутку. Вот надо то-то, то-то нажимать там-то. И чтобы несколько людей нажимали. В какое время часы ставить. Я говорю, о, я, говорит, их раскручивал. Говорит, они там 5 человек приходили, а теперь приходят 500 тысяч. Я говорю, ну, делай. И он начал делать. Делал, 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 и ни на одного человека не прибавилось. А почему? Да это другое совсем. Кто, если бы я нарисовал так материалы, которые советская власть преследовала. Или материал, который Путин ненавидит. Я не могу так. Я название ролика беру из священного писания. Глава стих. Вот сегодня написал. Табакокурение грех. Ну, что тут, табакокурение сюда, табакуры полезут? Да нет, конечно. Ну, к примеру сказать просто. Вот сегодня я выставил. Вот сейчас посмотрим. События дня. Сейчас вот обновлю и покажу, что здесь. 33 просмотра за один час. Поймать и обезвредит. Пали оттащить свои мастерства. Это про котенка. 58 за час. Момент выступления мой на собрании. О чем молиться? 41. Вот. Немецкий земляк знаком с нашими ресурсами. Возможно, приедет. 46 за час. Манкурты. Церковная из Кемеровской епархии. 27. За 2 часа назад. Уже за 2. Табакокурение. 2 часа. 18 всего. Отец Аким вернулся из поездки по монастырям. Оправдано ли это? 56 за 2 часа. Вот тут побольше. Златоуст. За 2 часа 6 человек. Собрание. 17. Изучение Библии по скайпу. 23. Вот. Ну, примерно так и будет. Ну, а как человека привлечь? А что ему тут делать-то? Ему нечего делать. Ну, он и не будет смотреть. Выступили там против меня на рождественских чтениях в Москве. Там светные, всемирные, или какие называются, международные. И там Дворкин выступает. И против меня. Специальные выступления против меня. Я про это не знал. Утром смотрю на форум. В 20 раз больше посещаемость. То есть их заинтересовало. А на следующий день опять вернулось на 297, на 350. Все. И проходит уже 3 года и не на шаг. На одном месте стоит. Почему? Это наша клиентура. В магазине бывает, людей много идут. Но для хозяина важно не это. А важно. Покупают ли они. Так и здесь. Если к нам приходят в течение года в среднем 250 человек на форум, ежедневно, то это люди, которые интересуются. Даже ни одного вопроса не задают. Настолько полно дается ответ. Вот я, ну, сказал-то это хорошо. Я согласен со всем. Златоуст самый непопулярный материал. Шершни. Это единственный ролик, который я комментарий попросил отключить. Невозможно. Материал, скверный слой. Вот и все. Ну и вот вчера ролик поставили. Называется «Правда все. Веда страшна. Шокирующее выступление литовской патриотки». 42 467 просмотров было. Досмотрел. Мне один подсунул его. Посмотрел, как оно. В интернет. Адрес ее какой. Досмотрел до конца с молитвой. Она говорит именно об этом. Кто гнал евреев, почему. И кто эти литовцы. И как они сегодня. И ее за то, что она написала об евреях положительно. Теперь ее преследует. Она все выходит. Такая женщина приятная. Она мне понравилась во всех отношениях. Ну, если я неверующая, то неверующая. И уже кричу полвека о том, на моем форуме об евреях говорю. И меня обзывают продавшимся евреям и грозятся убить. Бытие 12.3.27.29. Вот что главное. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя. Прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. Второзаконие 11.26. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Вот откуда мои мысли об евреях. Я ищу благословение. Себе в первую очередь. Я благословлен. И все говорят. Это вы все один сделали. Это вот тот за 9 лет там 38 томов выпустил. Ну, там по лагерю, по деревне. Начальство, директора, расположенные мусульмане. Проехали от находки Владивостока до Лиссабона. Везде дарил книги. Это Скандинавия и Прибалтика. Ну, вообще не выскажешь. Это невозможно. Возможно. Я благословленный. А почему я благословляю род Авраамов? Так они евреи, сегодня жиды. Они все захватили. Они там угнетают народ и кабалят через свои банки и проще. Так не лезь туда. Меня они не кабалят. Я никогда не брал и не возьму. И в устав деревенский включен. Нигде не брать ничего в долг. Ну, да вот они. Я ничего не опровергаю никого. Вот они такие сделали революцию. Убили царя. Ну и что? Ну, теперь только буду думать. Убили царя. Убили царя. Он в царстве небесном. А кто убил, в одну горит. Вот и весь ответ. Евреи. Кто они? И как к ним относиться? Отвечает Игнатий Лапкин. Вот на этом ролике 24 802 просмотра. 24 тысячи. И вот как она выглядит. Комментарий к этому ролику. Вот посчитаем. Я тому тому человеку, кто... Видно, ко мне он скинул, а не расположены. И все это евреи отклики дают. На мой ролик. Вот послушай еще. Эмилия Огост. Израиль. Это чудо Божье на земле. Но этот человек для меня тоже чудо. Или свидетельство Бога. Спасибо за вас и ваше служение. Брат во Христе. Это евреи мне пишут. Брат с большой буквы. Дальше. Марк Фишман. Этого дедушку в патриархе всей Руси. Три восклицательных знака. Светлый, искренний человек. Еще три восклицательных. Исай. Мардыхаев. Пишет не по-русски, а я перевел. Вообще не верится. Лично я в шоке. Дай Бог счастья старцу. Манюл Кат какой-то. Гениальный человек. Побольше бы таких. Преклоняюсь. Сергей Жариков. Священник. Заслуженная похвала еврейскому народу. Единодушен с автором. Мишель Дубуа. Просвещенный, умнейший человек. Эрудит. Ему восьмой десяток. А какая энергетика. Как преподносит. Редчайший индивидуум. Если он здравствует, то есть не умер, дай Бог ему много лет жизни. Ольга Альшина. Аминь. Слава Господу за его избранный народ, через которого мы получили Слово Божие. От них пророки и обетования, от них и Христос во плоти, сущий над всеми Бог. Спасибо, Игнатий Тихонович, за правильное учение и за правильное отношение к еврейскому народу. Благослови вас Господь. А который дал мне этот ролик-то, про женщину, он не расположен. А тут пишет им, я его фамилию, не хочу назвать, он говорит, это дедушка катакомбной церкви всея Руси великой. То ли изменил мнение, то ли еще, и вот мне один пишет еще, Сергея Птушенко. Благодарю за ответ Игнатий Тихонович. Ну, он спросил, что ему требовалось узнать, я ему все ответил, когда, где, почему. Ну, даже могу показать, вот сейчас я его, чтобы я не придумываю сам-то, а то некоторые, интересно, я вел занятия в университете, а там один ходил, школьник с братом старшим-то, и школьник этот, ну, класс 7-й, примерно, он говорит, так он, Игнатий Тихонович, сам вопросы задает и сам отвечает. А я только получил один том, сейчас не помню какой, 14-й или 13-й, где-то в этом районе. А их-то 33, из них 30 в книжном варианте. Потом через плечо глядит, о, а тут мой вопрос. А брат Игоревич Алисайд говорит, о, а вот тут мой вопрос. То есть на занятиях в Алтайском государственном техническом университете я 18 лет вел занятия. Вот. И Сергея Евтушенко, вот он как. Даже можно его, ну, знать, посмотреть более. А как его тут никак отсюда не возьмешь, бедать? А как сделать? Никак. Я что-то не могу. Ну, вот он сидит, маленький тут, маленькая фотография. А, вот, я увеличу сейчас его, чтобы видно было, перейти мир пользователя. Сергей Евтушенко, вот он какой. Вот он, пожалуйста, 31 год, Новосибирск, Россия, женат. Ну, вот все. Я гляжу, у него тут один друг, кто тут друг, не знаю. Ни видео, ни музыки, ничего нет. Ему просто, чтобы... Я ему сразу скинул наши данные, он сразу мне написал. Вот. Я могу сейчас его скопировать, вот как это делается. А потом сразу во весь экран уже увеличить. Ну, 23 ноября. Думаю, что... Поверили, что я не сам придумываю. Вот. Это я беру. Так, что теперь дальше-то? Да ничего. Не надо тут. Мой мир. И теперь вот это вот сообщение. И вот он пишет. Ну, дальше я тут показал, что он и есть, этот человек. События дня. И дальше. Благодарю за ответ, Игнатий Тихонович. Слава Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Он там о молитве спрашивал вечернее, что мы считаем. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Второй раз пишет. Просматривал вашу книгу «До слова Божьего нет уз». И не нашел информации, как вам запретили занятия в университетах. Если она там есть, не могли ли вы дать ссылку на это место? Не могу, дорогой Сергей. Не могу. Потому что, когда это произошло, книги уже все были написаны. Я уже прекратил писать, и даже в интернетной версии. Я умею вовремя останавливаться. Некоторые пишут уже, на боку лежит, помирает, а что-то пишет. А ничего нет. Я закончил писать стихотворение в один день. Сказал, я в церкви больше проповеди не говорю, и только, ну, по великой нужде, когда никого нету, или где-то в поездке. Все. Стихотворение. Рука дорожит писать охота. Не стало. А 3467 по 9 куплетов, по 36 строчек, то есть, скажем, чего-то стоило. Я от всего сразу отстаю. В печати везде, там, в газетах. Перестал писать. Нигде не пишу. Так что в городе встречаются. А почему вас нигде не стало? То другое. Я говорю, у меня было МФ. М. Мор. Флот. Ф. А теперь у меня МФ. Молитва и форум. Я здесь 14-16 часов сижу в интернете. Вот как. И поэтому нет там, я отвечаю, почему нету. Не нашел информации. А как это было? Ну, все рассказывать это. Главное здесь. Раньше было препятствие. Злоба патриархийных. А они гонялись за мной везде. Я в школах, в 13 школах одно время, одновременно вел занятия. Я дома приходила с потемок до потемок. И кадетская тут школа какая-то, как ее по-другому может называть, высшее авиационное училище, пять отделов милиции, пять отделов городской. Потом по районам милиции, отделы милиции меня приглашали. Городское УВД и краевое УВД. Ну, представьте, сотни милиции сидят, милиционеры в тюрьме, с персоналом, с офицерами, с обслугой, отдельно с сидельцами. На заводах, на фабриках. Три радиопрограммы регулярно вел. Онлайн, как говорят сегодня, две передачи были прямо в живье. Одна воскресенье, часовая была. Часовая, каждое воскресенье. То есть, я по эфирному времени стоял намного выше, кто за мной шел. А я стоял на первом месте в крае. Так что, коммунисты бунтовали. Почему? Какому-то лапкину даете, а у нас депутатам времени нет. Ну, востребованность была. Востребованность. И поэтому, патриарши буйствовали. Я веду занятия, и в это время приходит на занятия проректор по учебной части Алтайского государства технического университета Семкин Борис Васильевич. Он там доктор, академик. Говорят, самый умнейший из них были. Тогда был ректор Евстигнеев Владимир Васильевич. И вот он приходит, и в аудиторию 410-й, корпус В, от переговорного пункта, там большие корпуса, 21 тысяча студентов, из 18 стран тут прибывают учиться. И вот он пришел к нам в аудиторию. А я в аудиторию дали мне по рекомендации по ходатайству прокурора края, генерал-лейтенанта Парускуна Юрия Педоровича. Я ничего не боюсь вам сказать, как есть. И он говорит, у меня неприятное известие для вас. Думаю, что ж такое. Пришли с бумагой из вашей епархии. Гончаров Сергей Михайлович. Пришел, и вот бумагу дали такую, чтобы мы вам отказали в помещении. Ну, я не штатный сотрудник там у них был. Я говорю, а почему? Ну, вот, там что-то где-то, Лапкин и так. Да вам зачем за ним смотреть-то? Вы, говорят, вот рядом у аудитории берите и ведите занятия. Почему, говорят, они ничего не делают-то? А в этот день у меня как раз вышел 13 том, принесли открытым оком. И он с ним стоит. Вот я понимаю, книга. Я считаю. Я, говорит, ваш считатель. И всем советую эти книги приобрести. И сказал, говорит, он был на презентации книг, и говорит, когда выступает какой автор, то они лукавят эти писатели. Я считаю книгу, а когда встречаюсь, он совсем не тот. Он не тот. А у Лапкина, говорит, я считаю, и его знаю, я вижу до строчки такой. Вот какой говорит, такой и есть. Показал значимость этих книг, насколько они человека исправляют, потому облагораживают буквально. Очень сильно так сказал. Вот здесь для слова Божия нету. Но тут по-другому. И вот я тогда решил копию снять с этой бумаги. А секретарь у Естегнева, у ректора университета Мария Васильевна, она мне очень хорошо близкая такая, знакомая и содействует везде. Я говорю, был такой? Да, был. А я говорю, а бумагу можно копию снять? Да, можно. А он, говорит, в командировке, Владимир Васильевич, ректор-то, а я ему на стол все кладу. Ну, он, говорит, приехал вчера, говорит, долго что-то тут сидел. Сейчас он ушел, говорит, я сейчас зайду и посмотрю. Зашла, вышла. Нету бумаги нигде. Интересно, а где она? Я не знаю, а куда она могла деться? А что там было-то? Да, я говорю, чтобы нам отказали. А-а-а-а! Так он порвал ее, выбросил. Да вы что? Точно. И в дальнейшем подтвердилось это так. Когда мы дальше встретились, а я ему говорю, Владимир Васильевич, бумага у вас такая была, он на меня посмотрел, и неохота ему было и говорить, видно, он говорит. Ну, была, была. И что, да неужели же я пойду, ну, это, да зачем им это надо-то, да, у меня аудитория есть в таком другом корпусе, там, или напротив вашей даже, и вот я могу дать аудиторию и прочее. Мы у нас сначала за аренду помещения высчитывали, а потом перестали они высчитывать, а потом стали мне даже еще подарки приносить проректор за то, что именно в их университете мы избрали. А я в Алтайском государственном университете и гуманитарном там вел занятия, в университет тоже, в институт культуры, тогда они еще не университеты были, в медицинском, сельскохозяйственном, то есть везде. Все техникумы были мной охвачены. Даже там дом моды, там вообще, кого там, и там было. И вот, когда тут уже это все дело прошлое, они меня вышибали на крыльце, вели занятия, даже такое было, они подлые-подлые, эти патриарши, такую подлянку устраивали мне, гадости просто. Более бесчестных людей, чем патриархи, я не встречал. И при том, всех людей, которые приходят, я направляю к ним, то есть они как манкурты безумные, совершенно, в Бога не верят. Это я говорю о том, что только со мной делали. Но тут по-другому. Ректор Ивсигнеев умер, и там что-то долго они выбирали, там какой-то конкурс был, и ректором поставили Коршунова, Льва Александровича, так кажется звать его, он мне мало знаком, а до этого он был губернатором Алтайского края. Это не просто такой человек-то. И вот он однажды вызывает меня и говорит, вот побеседовать надо. Из Москвы пришла бумага такого содержания, что здания-то нам не принадлежат, а они все на балансе там находятся, в Москве. Что никому больше не давать ни одного помещения, никому. Ну я говорю, ну как-то же, можно исключение сделать? Не знаю. Я говорю, ну вы сейчас, могли бы похода-то, так я в Москву еду. Я говорю, ну и там замолвите слово-то. И он расположенный. И он приехал, когда оттуда, говорит, не мог пробить никак. Совершенно никак. Мы отказались всем. Не потому что к вам что-то имеем, нет. Мы очень рады, что вы у нас именно вели занятия. Ну вот такое дело. И с тех пор, я уже сколько-то лет, я уже не могу сказать, да уж не меньше, как лет, наверное, 7, а то и больше. В этом университете я вел занятия 18 лет. Ни одного замещания. У нас на занятиях все в платках были, по нашей форме одеты. Кто бы ни пришел. А там и из ФСБ приходили, краевая администрация, городская, там кого только не было. Так что нашим людям, я сказал, в аудитории не вмещается, в коридоре стоять. А то было, начинали там 750 человек в актовом зале. А потом все это уменьшилось, как у отца Геннадия Пасты. И нам хватало одной аудитории. Ну, потому что храмы везде стали открывать, а я людей посылаю в храмы, а они этих людей сразу травят против меня. Я их людей встречал, я говорю, а куда ходить теперь? Никуда. К вам он сказал, батюшка, нельзя ходить, вы еретик, там и псевдоправославный, псевдопроповедник, псевдомиссионер. Ну, то есть как манкурты там с Новосибирской, там с Кырзильской епархии, там семинарист один буйствует. Украл у меня он или кто, ролик с ним разговаривали теперь. А почему не выставляете такого-то священника? Да он не священник, это как их называет Степаненко Максим, щенки. На кого лают-то? Они мочатся на мою колокольню. У них ничего нету. Ничего нету-то. А у меня есть, я могу под обстрел попасть. Не игрушка же все-таки. Фактически это 37 книг, остальные в интернет-датамате по 752 странице. Я говорю, меня голыми руками можно брать. Что я сказал? Притом не купирую никак выступление. 8700 роликов. А много или мало? Новости, он выступает, у меня 1600. Ну, что спрашивать-то? Ну, и вот, отказали. Отказали, отказали мы. Теперь и шире стали занятия вести. Сергей Павлович, я говорю, веди ты. Я не буду. Я плохо слышу, у меня записки всегда на бумажке подавали. По скайпу, по скайпу, ведь по скайпу идут занятия. Сейчас могу даже, ну, отвлечься маленько чуть-чуть. И по скайпу занятия. Вот. Занятия по изучению Святой Библии, по толкованию святых отцов Вселенской Православной Церкви. Проводятся по среднам, пятницам, воскресеньям с 14.00 по московскому времени. Полтора часа. Сейчас идут прямо по нашим трехтомнику, по книгам. А полчаса я отвечаю на вопросы, разные вопросы. Откровение апостола Яна сейчас идет. В милости просим, вот, куда заходить, посмотрите. Занятия по изучению Библии прослушать можно здесь. Сначала напишите, сами не делайте ничего, чтобы вас занесли в список и подключили. Это нужно делать перед началом занятий. Занятие ведет Пупков Сергей Павлович. Присутствовать может любой. У нас тут есть и с Австралии, и с Израиля, и с Америки. Ну, то есть, хотя и немного еще людей-то. Но если начинают там хулиганить или мешают занятия, его исключают. То есть, тут пока под контролем все. И он пишет этот, Сергей Евтушенко. Ваш канал в Ютубе я смотрю чуть более года. Обратил внимание на ваши видео, где вы ведете занятия в университете или институте и гуляете в лесу. Надо же. На старых записях вы кажетесь мягким человеком. Ваши проповеди обличения даже ласковые в отношении МП. Сейчас вы это делаете с огнем. И, как мне кажется, с раздражением. Вот я бы мог не написать это. Про меня же пишут с раздражением-то. Раздражения никакого нет. Вы ошибаетесь, Сергей. Нет. Какое тут может быть раздражение? Печаль, скорбь о них. А когда в лесу мы гуляли-то, тогда мы и ходили в Московскую патриархию. У нас общины не было. Она была только в 1991 году зарегистрирована. Здание получили мы в 2002 году. Ну, и церковь где-то. Я подумал, что эта перемена связана именно с тем, что у вас забрали дело, которое было очень дорого вашему сердцу и душе. В общем, да, мне это очень было больно. Но нет. Иные... Ну, это заметно. Почему? Время идет. Я вижу, как нарастает давление, поношение. Конечно, я более строго говорю. Потом меня заинтересовали подробности происшедшего, которых я не нашел в книге. А их там нету. Нету. Книги были уже все написаны, закончены. Я их 9 лет написал. Вот интересно было плодотворное время. 9 лет. И за 9 лет, фактически, если так брать, это 38 в бумажном варианте вышло. Три книги еще так, в интернете весь. И 4, отдельно стихи, 4 томик по 800 страниц. Не просто как-то, а до одной строчки заняты на каждой странице. Они сейчас готовы, если бы деньги были, издал бы. Кто пожелает, я дам право на издание. Ну, хотя бы 100 экземпляров мне, чтобы дали. На все книги это распространяется. Пожалуйста. А то где-то издают. Мне сказали, в Санкт-Петербурге издали, ваша книга есть. Ну, я не знаю, какая. Для слова Божия нет уз. Прямо говорят. Видели все. Но у меня в руках не было. Честно говоря, очень меня удивляет, кто и как дошел до такой гнусности. Ну, вот так. Я думаю, чтобы преподавать в светских университетах христианство, с большой буквы все, нужны уникальные качества, которые, если есть, то уединить с людей по всей России. Вот какой интересный человек попал мне. А если представить современную молодежь, подготовленную, в кавычках, морально и духовно, да еще и вооруженную уникальным оружием, в кавычках, интернетом, сейчас найти ошибку лектора может даже недалекий человек, просто забив, в кавычках, в поисковик, нужен запрос. Это просто невозможно преподавать таким. Я остановлюсь, скажу здесь. У меня очень хороший знакомый есть, директор 68-й школы, Торшин. И вот мы с ним близко знакомы были, Виктор, он депутат законодательного собрания, попал в энциклопедию даже. Он очень передовой учитель, уровневое образование, как там, надо учеников отбирать, другой может три года, три класса закончить за год аж, не сидеть. И вот мы с ним как-то проводили урок, отцы и дети, по Тургеневу, он читает так, как написано, а я это все во свете Библии объясняю. Он удивился, как, ну, взрослые люди, это 10-го класса, наверное, с каким вниманием весь урок прошел-то. Никто никуда не отвлекается. Вот я в Новосибирске приезжал к сестре своей, Валентине Тихоновне, а у нее дети учатся в школе, она с директором договаривается, когда можно приехать. Ну, я приезжаю, и со мной ходят по всем занятиям, то, что мало ли еще я там могу сказать, завуч. И они два-три класса в один сбивают, я провожу занятия, потом к парте там наносят, скамейки там, что, там в три этажа буквально сидят, и я смотрю, они выше один другого. И следующий класс. Следующий, я через неделю всю школу обходил, по нескольку классов, и так всегда делали. И вот мне завуч говорит, я первый раз такое встречаю, вот вы уходите в класс и делаете вступительное слово. Ну, тут все понятно. Но как вы в каждом классе делаете вступительное слово, и все разное, и настолько разное, что как будто это другой человек говорит, как вы можете это делать-то, нас этому не учили. Я говорю, тут практика. Вот я захожу в класс, и там написано, экономика должна быть экономной, там что-то преподает им. Я говорю, начинаю говорить об экономике. А в другой захожу, там гляжу, картина этого Ге и Рембрандта. Там тайная вечер, а в другом там сидит демон, сбитый с неба. Я начинаю говорить именно об искусстве мировом, и касаясь этой темы падения человека, грехопадения, и о картине Рембрандта и Ге. Как их совместить вместе? Это интересно, конечно. А кто-нибудь говорил, да не... Он как скажет, это надо знать все. У меня тема была мировое искусство. По галереям мира, или по всем поэтам за 300 лет, зарубежному месту. У меня 26-й том этот, 300. Но у меня помощники, помощники, там сами того не знаю, как вот Евгений Евтушенко. Без него мне бы не издать 26-й том. Я беру много из разных источников, ну и показываю во свете Библию. Допустим, много написано про ислам. А у меня 18-й том. И все тома разного цвета. Все. У них зеленый свет на знамени. У меня книга зеленого цвета, ярко-зеленого, светленького немножко. И вот я разбираю весь Коран, по сурумой аятам, в сравнении с Библией. И все, что было за 1300 лет сказано о них поэтами, политиками. Вот это материал. Такого не было. А будет, не знаю, тут может быть кто-то. Но это надо знать Библию. И знать надо Коран. Вот, допустим, говорят, ну вот, Талмуд свой взял. Слово Талмуд, это не книжка, это 12 книг. Я книгами занимался, да он не один еще есть. А Иерусалимский там и Вавилонский. И я его разбираю в трех томах. Каждый том, 752 страницы. Евреи любят золото. И оно золотого цвета. 23-й том, 24-й, 25-й. Открытым оком называется. Вот дальше. Тут нужны либо академические знания, например, как у Андрея Кураева, в скобках, и то, судя по интернету, в него летят гнилые помидоры. Либо такой авторитет, который просто нельзя игнорировать. У вас есть и знания, и авторитет, ваша жизнь. Не подумайте, я не хвалю вас, а лишь констатирую факты. Как можно было лишить человека, имеющего такой потенциал, возможности людям делать людей делать людьми, с большой буквы, когда уже в России молодежь называет себя бисексуалами чаще, чем гетеросексуальными. Ну, это Павел говорит, говорит, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая возмездие в самих себе, должное возмездие за свои заблуждения. Да, вот все правильно говорит Сергей. Вы говорили в видео, что заказ ректору пришел из Москвы. Ну, как заказ? Он там был, и бумага пришла. Если вы не говорили ничего против власти, то, очевидно, это по линии патриархии. Вот тут уже я не знаю. Когда я вел занятия, то да. Я вактамзале вел занятия вначале. Вот. Именно в этот момент я сказать не могу. Данных у меня нет, потому что я ушел и больше не встречался. А тогда я узнал из первоисточника. Интересно, как-то я сидел у проректора у Семкина Бориса Васильевича, а он тут у нас приходил, у нас были здесь, обедали, он даже после этого познакомился. А мне говорят, он еврей. Еврей. Ну и что? Что еврей? Умница. И он разбирал. Тут одна мать пришла ходатайствовать о сыне, что сын очистен был. И я гляжу, как он говорил. Когда она ушла, я говорю, Борис Васильевич, можно я к вам приду, когда вы будете здесь? А что? Я говорю, я послушаю, поучусь у вас, как вы беседуетесь с людьми, меня заинтересовал. Он так удивился, говорит, вы у меня? Да вы что? Да я ваши книги-то посмотрел, дескать, наоборот, надо учиться. Мне у вас? Не знаю, говорю, нет, но я всегда вижу людей, которые выше меня по каким-то областям. Я прочитал, слава Богу за все. Считайте Акапию, слава Богу за все. И сколько лет я считаю? Ну, допустим, 25 лет. Кто его написал, не знаю. Григорий Петров, за несколько дней до расстрела, в ГУЛАГе был, даже этого не хотят узнать. Ну и что? Ну все, как считали, так и считают. Андрей Кураев однажды сказал о мусульманах, они говорят, религиозно талантливы. Я хочу отнести это к тому, что надо учиться этому, талантливому. Мне канон понравился этот, но он все берет. Я подумал, а почему не написать благодарственный канон за физику, за астрономию, а отдельно благодарственный канон за ботанику, за их теологию, за орнитологию. Ну почему не написать геологически, а как это так? Я все обдумал. Найти людей, там таких, лауреатов, может, Нобелевской премии, даже, кто знает, отдельно по литературе, по психологии. Смотрите, сколько капецов будет. Ну, будут считать люди? Будут. И вот найти этих людей, и чтобы они нашли самых знаменитых, и как это делалось, открытие, и так выразить, ну, приблизительно, как вот молитва, дать канон, этот, Акафис, слава Богу, за все. И что? Я сразу стал искать, с академиками, с докторами наук, стал знакомиться, отдельно по художеству, по картинам, по искусству изобразительному, по воспитанию, то есть я говорю, по каким областям, что мне известно, математический, химический, по химии, показать, кто в этой, отличился, и даже имена их помянуть можно. Мало что, посмотри, как Ирод, молится, прямо апостол, это поминает имена, Ирод с Пилатом. Ну, я стал беседовать, встречаться с проректорами, а потом, а когда материал будет собран, материал большой, найти людей, истинно духовных, какие-то там иеромонахи, или кому-то, и сказать, на основании этого материала, подобно, Акафисту, слава Богу, за все, составить сможете? И, думаю, найдутся такие, я знаю, такие, которые Акафисты писали. И вот были бы эти, а потом на рассмотрение отослать синодальную комиссию, там, где это, при патриархии, то есть, законным путем пройти, а они не одобрят. Ну, для частного пользования, как профессор Герасим Петрович Павский перевел 500 экземпляров, литографировали для студентов Духовной Академии, для лучшего понимания, перевел Ветхий Завет и новый, и его гонения какие были, изъяли и сожгли. Два экземпляра чудом спрятали где-то, потом потребовались. Вот так. Я против власти не говорил, зачем я должен молиться за власть по линии патриархии, но вот именно в данный момент, ну, вот так получилось. А отчего это случилось? Кто-то неправильно этим пользовался, какие-то еретики были, там, Нью Эйдж, там, да мало ли, какие были, ну и вот так. А чтобы не было выборочно, они под общую гребенку. Ну, можно и сделать исключение. Я брал отходы в Алтайской правде, производственную бумагу, там, газеты, и разносил по школам, по прокуратуре, по больницам. Бумаги-то не было в то время, а я переплетчик, реставратор, я переплетал большими томами буквально, я относил и бумагу раздавал, там и радости сколько было. А потом кто-то что-то где-то как-то и пришел указ в связи с тем, что везде там взрывы бывают, то другое, сделайте, чтобы ни один посторонний к вам не приходил. Алтайская правда издательство. А у меня директор Грохотов Владимир Георгиевич знакомый, секретарь, там и все, говорится, схвачено было. Как? Ну, благодать Божия всех располагает. И там, которые большие, огромные такие, ну, я не знаю, сколько, но кубометр на кубометр будет, он давит там прессом бумагу на переработку обратно. А я брал, брал много, много, даже машинами увозил в тюрьму, в лагерь, в литературу, там, и церковные журналы, даже которые бывают там отходы, но хорошо все видно. Ну, и вымели меня оттуда вместе со всеми. А почему я должен быть в исключении? Ну, выбили всех-то и больше никому не дают. Но я не остановился, потому что у меня дело такое. Я пошел к директору и говорю, Владимир Георгиевич, а что так? Он говорит, ну, пришло указание, у нас с ним хорошие отношения, это главное. Ну, мы не можем ничего сделать-то у нас. Я говорю, а можно ходатайство? Да не, бесполезно. Это сверху пришло указание, и поэтому тут антитеррористическая, как бы такая, линия идет, назвали, вихрь или как, и потом вымели всех. Ну, ладно. Я говорю, если я принесу ходатайство, ну, какие ходатайства, ну, кто это будет-то? Ну, я пошел к кому? К начальнику, милиции, УВД, края, генералу. Он пишет, но я говорю там, не называя, если надо, там можно назвать будет, кому я иду. Прокурору края, уж раз назвал еще, скажу, Пороскун Юрий Федорович, генерал-лейтенант. Он ходатайствует, что Лапкина знаем, это такой патриот, вот он делает такое великое дело, по нравственности. Дальше я иду, законодательное собрание, о, это уже много, это очень много, значит. И я пошел тогда, куда я носил, в университеты, краевая больница, но они-то получали, они такие восторженные, пишут и просят. А ему эти бумаги, на стол, я прихожу, он говорит, ой-ой-ой, голова кругом идет, целая акция, ну, что ж такое-то, я говорю, ну, вы, как-то прислушайтесь к народу-то, где-то это, все, 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 идите, берите, что надо, и я уже не рад ничему, но ему-то тоже охота сидеть спокойно. И меня опять открыли, больше никого не было. Это, которые у меня были там другие, которые брали, там что-то, ну, я же не один, не доставалось, а я прошел по киоскам, и где газеты остаются, не проданные, а их много остается, все забирал, и все уносил, и все носил на себе, а потом машина, загружая 4,5 тонны, и везу в лагерь, там где, в тюрьму, то есть, работу находил, и журнал, милиция, так называется, и про меня там все это напечатали они, приходит человек, вот такой-то делает, и вот дальше поясняю, просто потрясает, как священники, в кавычках, кормят ад людьми, а сами ломзаются с чиновниками, и власть имущими, вешая друг на друга медали и ордена, и говоря на проповедях, о Путине больше, чем о Христе, хотя и о Путина считают даром Божьим, ибо мы его не достойны, а после ходят с тазиком, то есть, деньги собирают, по храмам, разъезжая на машинах стоимостью в квартиру, да мало того, давят людей еще пьяные попы, добавлю, неужели там наверху их душу ничто не трогает, и они готовы за руку кусать тех, кто их самих тащит из болота, да не вменит мне Господь этого суждения по милости своей, в заключении хотел бы попросить вас продать мне ваши книги, комплект Евангелия, один штук, он неправильно выразился, это вот трехтомник, Крестному православию два штуки, еще меня интересует книга, которую вы написали на основании всех поэтов и писателей России, как я понял, еще больше, и ее больше нет в наличии, для простых смертных, например, как я, но проблема в том, что ее нет и на вашем сайте, для скачивания, она недоступна, если возможно, хотя бы электронную версию могли бы вы дать в доступ, сбросьте, пожалуйста, ваши данные, инструкции и условия по оплате, Игнат Тихонович, подпишите автографом и местом писания, очень прошу, хотя бы одну книгу к истинному православию для меня, это очень важно, ну и кратко напишу о себе, а то неудобно как-то получается, как снег на голову, мне 31 год, я православный христианин, женат, венчан, есть ребенок, уверовал три года назад, могу сказать, что Бог меня обратил чудом, хотя я слышал от матери о Христе с детства, да и явным чудесам был свидетель не один раз, тут я у него пропускаю маленько такое, личное уже, теперь понимаю, что самым главным чудом стало то, что мой Христос пришел, взял меня за руку после всего моего безумия и вывел из той какой пропасти, что страшно вспоминать, прошу меня простить, если я написал много и не по делу, слава Иисусу Христу, но считаю, на сегодня хватит, до свидания.